Всем привет! С вами Снежана и Элфин Мальд. И сегодня мы запишем для вас большой глобальный отзыв наших студентов. У нас их собралось здесь много. Они будут отвечать на 6 одинаковых вопросов. Посмотрим, что из этого получится. Привет! Как тебя зовут? Сколько тебе лет? И откуда ты приехала? Привет! Я Ирина, мне 36, я из Москвы. Меня зовут Таня, мне 27, я приехала из Москвы. Меня зовут Алексей, я приехал из Киева. Меня зовут Екатерина, я из Санкт-Петербурга, мне 31 год. Меня зовут Алина, я приехала из Санкт-Петербурга, мне 24 года. Меня зовут Рами, я из города Казани, мне 31 год. Меня зовут Марина, мне 31 год. Откуда ты приехала? Я приехала из Москвы. я приехала с украины мне 42 года так как зовут алена меня зовут сергей мне 27 приехал санта мантийского автономного округа в какой-то школе учишься на мальте я учусь и я учусь в школе и си мальта и есть инглиш и синглеш май окей я учусь я учусь вес школа 30 плюс группа до школе и си приехал на три месяца я учусь в и млэнгвич студия мне очень нравится довольно у меня было четыре учителя и все были замечательными я учусь школе и с ну и си и мне очень нравится правда нравится я здесь конечно еще только-только-только первое время вторая неделя но уже чувствую что что-то с меня уже сдвинулся английский язык немножко если результат ну на второй день сложно сказать конечно но на самом деле погружение в язык очень круто правда результат я думаю я пока третью неделю только нахожусь мне кажется что результат есть очень много общения происходит и я короче довольствие результат определенно есть есть некий некий страх что кажется что три месяца на меня для меня лично маловато конечно результат есть потому что сейчас кажется что я сейчас уже не боюсь общаться на английском так как я в классе 1 русскоговорящая вокруг меня просто россыпь всей нашей планеты со всех сторон да мне очень нравится и я понимаю я это заставляет хорошо сразу притягивать английский конечно определенно у меня к счастью есть три месяца для того чтобы учиться и я надеюсь что на уровне интермедиат один месяц пройдет не менее продуктивно чем на предыдущем если результат безусловно какой хороший стал лучше понимать разговорить в чем именно но уменьшилась склонность при общении стали быстрее находиться нужные слова речь стала более связанной да правильно вот забыл слова на русском на английском быть клювен свободное свободное общение я только учусь три дня и честно говоря уже есть какие-то нет такого большого страха говорить ты уже если тебе что-то нужно ты уже не боишься спросить либо там что-то сказать и уже понимаешь что все делают ошибки это нормально безусловно это и этого страха еще полностью не исключено из моей жизни но уже ты понимаешь что это не так страшно советуешь ли мальту до тем кто реально хочет научиться разговаривать и понять что такое английский полюбить английский и сделать это солнце и рядом с морем да безусловно конечно советую так как я здесь не просто так я по здесь учился мыслей раз я могла при не приехать сюда учить английский я как бы вот так да безусловно советую как минимум нужно что-то менять и любое изменение это новый опыт да я советую мальту потому что все очень доброжелательные и действительно находясь в таком хорошем климате в удобных условиях еще учить английский это очень удобно тем более сейчас в москве один градус снег тут люди купаются здесь до купается и вода очень теплая даже в ноябре конечно ты хорошее место для изучения английского и для отдыха советуешь ли мальту конечно советую обязательно приезжайте сюда здесь можно найти очень много друзей невероятный климат особенно если вы из северных городов возьмите на заметку здесь в октябре все купаются поэтому рекомендую сто процентов не бойтесь ничего приезжайте я советую мальту я очень люблю я сюда вернулась я думаю что я еще сюда приеду здесь можно естественно совместить учебу и отдых море и много знакомств разных людей разных стран да мальту я определенно советую потому что здесь клево тепло живо очень живая ночная жизнь в том числе вообще я очень люблю теплые края поэтому я собственно и выбрал мальту только потому что ну естественно это практика английского и второй момент я хотел давно пожить на море и я посчитал что три месяца жить на море плюс английский будет хорошая для меня экспириенс да на самом деле ничего не боялся спонтанное решение было просто решила что еду в отпуск в этом году еду на мальту учить английский написал снежане и снежана сказала вот эту школу надо окей ничего не боялась мне отвечали на вопросы я как бы уже знала что это за страна я посмотрела ролики я уже была готова практически практически ко всему да я уже знала где какая улица где эта школа ну мы же где живем на таком веке что мы все это прекрасно понимаем да нет не боялась сказать что я боялась наверное нет я бы не очень хотела попасть в группу где много русских потому что наверное я бы старалась с ними общаться избегая общения на английском но мне повезло у меня нет ни одного русскоговорящего студента поэтому у тебя нет выбора ты разговариваешь на английском это очень круто чего боялся при выборе школы я в принципе ничего не боялся посмотрел отзывы все было хорошо и хорошие оценки и мне все понравилось все нравится ничего не боялся наверное что меня не поймут хотя у меня достаточно хороший уровень чтобы объясниться но страхи были страхи того что я здесь никого не знаю естественно но мне повезло я приехала не одна поэтому помощь была друг другу мы помогали для меня это был чисто опыт чисто я я хотел попробовать то есть я ничего не теряю почему я твой посыл будущим студентам ничего не бойтесь не волнуйтесь здесь круто прекрасные люди прекрасная школа все супер правда я думаю что действительно необходимо полюбить английский и понять что это очень интересно понимать культуру через язык потому что их все экспрессии выражения и некоторые слова ты понимаешь что они так проявляют свою культуру и свое понимание этого мира это очень интересно понимать людей через их язык ничего не бояться ничего не бояться и пускай даже тебе 40 50 60 20 18 неважно меняйте свою жизнь учиться никогда не поздно я верю в то я верю в то что мой приезд сюда изменит мою жизнь лучшему больше общайтесь не стесняйтесь на уроках не нужно сидеть и молча смотреть за происходящим нужно больше взаимодействовать со студентами с учителями больше гулять больше общаться вообще везде никогда не сдавайтесь стремитесь я хочу вам пожелать чтобы у вас вылез невероятные впечатления после этой поездки и обязательно бронируйте со снежаной и и и и